Гражданство Иванов, Смирнов и Симутенков Рядом с мячом кто-то сейчас Либо Смирнов, да Смирнов удар, поворотом Браво Вот это знаете хорошо Первый по-настоящему опасный Первый по-настоящему неприятный удар Но я теперь думаю, что этот забитый мяч Должен снять волнение подопечных Константина Ивановича Берцкого Давайте посмотрим А, вот в чем ошибка Ошибка вратаря, мяч стрикошетил Но летел-то в общем-то В Марко Висманса Опытный голкипер и по возрасту И по выступлениям за различные клубы Но И он как-то неуверенно пошел этот мяч Ну а этот гол записан на счет Александра Смирнова Итак, Александр Смирнов открывает счет в матче С РН Динамо Москва Да, очень важный гол И действительно в футболе так бывает Когда ты атакуешь, когда ты не забиваешь То пропускаешь Это Марк Скассенс на ваших экранах Он нарушил правила Если сейчас нам покажут план То видите, три игрока остались А было пятеро На вес удар Гол Гол Счет становится 2-0 Это Дмитрий Черышев Прекрасно замкнул передачу своего партнера И счет становится 2-0 Вот посмотрите Два удара Два забитых мяча Оставили совершенно одного И не раздумывая Черышев направил мяч в ворота И тем самым счет становится В нашу пользу Счет становится 2-0 Как говорится, легче стало дышать И мне в том числе Я Признаю свою ошибку Что Не назвал тренера СРН Это Жорж Эллен Очень известный в Бельгии футболист Поторопился я До Игоря Симутенкова мяч Игорь посмотрите Обыгрывает И никто из защитников не страхует Не страхует своего игрока Это очень опасно Дает Игорю войти в штрафную площадь И арбитр матча Показывает на 11-метровую отметку Итак Анфредо Транталандо Судья из Италии Смотрим за действиями За действиями Судья Ну вы знаете Я боюсь Что меня сейчас Упрекнут Предвзятым С комментарием Мне кажется Что все-таки 11-метровый был И напрасно Так реагировали Сейчас на этот момент Защитники СРН Они не страховали Друг друга Очень большая была Свободная площадь Перед Игорем Симутенковым И сам Польстрадавший Будет Детей Сенальти А вчера на тренировке Он как раз Именно этот Еремен И тренировал И свистели Неодобрительно Загудели Трибуны И я думаю Что по самой Замыз Первого тайма Мостовки Динамо Собьет прекрасная Возможность Сделать счет 3-0 Удар Да Очень сильно И точно Бьет Игорь Симутенков И счет Становится 3-0 Поль за московского Динамо Может быть я и повторюсь Но это действительно Так три удара Поворотом И три забитых Меча Ну Как говорится Так Держать И пусть будет Так И это Наверное Очень здорово Потому что знаем мы очень много матчей Когда Бывает 20 ударов А Счет Не открывает Счастно Потому что Эммануэль Карагианис Повел своих партнеров Вперед Капитан ведет за собой А это уже Хасан И ошибка Ну можно убегать Использовать Да Тебе на ход Можно Амари Тетрады Сразу трое наших Самому надо делать Самому исполнять Исполнил Исполнил этот мяч Прекрасно Дмитрий Черышев И он сделал дубль В этой игре Сразу попадает в объятия Тех ребят Которые участие В этом матче Не принимают Убежал Бросил Пробросил мяч Тебе на ход И оставил Неудел Марка Виснуса Посмотрим сейчас Как он действовал Может быть Стоило отдать Передачу партнеру Или на такой скорости Этого уже не делается Да я думаю Что лучше не надо Этого делать Не рисковать Да Один на один Все-таки Если отдашь передачу Игра на вы Боковой арбитр Может где-то и поднять Ложок не поделал Поэтому В принципе он правильно Кто зрячий сделал Ну что ж Дмитрий Черышев Доводит счет До 4-0 Я думаю Что вот сейчас Этот мяч Конечно же Психологически Чужих ворот Пытаются они Забить мяч Хоть как-то Реабилитироваться В глазах Тех 9 тысяч Болельщиков Которые поверили В них пришли На этот стадион А билеты здесь Не намного выше Чем на матче Чемпионата Бельгии Например Стоячие места Стоят 40 Опросите 400 Бельгийских франков Ну а франк К доллару Вот так мы привыкли Уже считать Идет 1 к 30 Тот кто умеет Читать Пусть посчитает А на чемпионат Вот эти места Стоят всего 350 Так что нельзя сказать Что здесь какое-то Завышение цены Руководители клуба Нам говорили Вот сейчас Вот видите Пока я рассказывал Про сцены Счет изменился И стал 4-1 В пользу нашей команды Это Ван Берто Сократил Разрыв счета После Розыгрыша Стандартного положения Три игрока Наши в стенке Вот мы тоже С вами в какой-то степени Я тоже точно Был убаюком Тем что Многие атаки Завершались Неточными ударами В конечной фазе И поверил Что не получится Вот сейчас Видите Защитники Оставили совершенно Одного Да вообще Совершенно в одиноче Стоял Совсем один Стоял футболист Ну сейчас Конечно же Вот эти первые Секунды После забитого мяча Стоит Стоит поработать В нашей обороне И по защите Сейчас надо быть Предельно внимательным Сейчас они полезут Вперед Поэтому надо быть Предельно внимательным Ну и подтверждение Наших слов Карагианец Атаковал Атаковал Очень опасно Сильный у него Хороший удар Кимони сейчас Отправил мяч Своим товарищам Он уже практически К атакам Не подключается Эдмельсон Техничный игрок Ничего про него Не скажешь Ну вы знаете Вот эта техника Мне кажется Иногда во вред Ему идет Он передерживает мяч Будет удар Опасно Да Еще становится 2-4 Да Вот видите Марк Кассен Все-таки Своего добился Вот это уже Очень плохо И в составе Московского Динамо Пока вы смотрите Поптор Замена Да И за пределом Штрафной был удар Но Точный Может быть И не такой Сильный В угол Попроще Сейчас играют Наши защитники Просто выносится Мяч Кипер Так после удаления Сергея Шульгина Наверное За 5 минут До истечения Времени в матче Динамо Москва Терен Льеш Бельгия Кубок УЕФА Первый раунд Наши Футболисты Остаются в 10-ти ров И пропускают Еще один мяч Да Вот это уже Очень и очень Неприятно Очень неприятно Потому что Счет становится Теперь уже 3-4 В пользу Московских Динамов Типа Давайте посмотрим На повторе Все-таки Со второго этажа Удалось Результативно Атаковать Сейчас мы увидим Кто же это все-таки был Передачу делал Диду Шаре А вот так он Выпрыгнул Положил мяч Да И наши защитники Здесь остались Не у дел Они-то выпрыгнули Но поздно И не так высоко Итак Эдмильсон Бразилец Эдмильсон Сокращает Разрыв Счете До одного Мяча И он Вновь Ревется К воротам Продолжение следует... Продолжение следует...